Можно ли изменить то, что нагадали? Изменить ход событий? Ольга Рыбинск. Надо, во-первых, понять, что когда мы говорим, что нагадали, то это означает нечто иное, как бесовские прозрения, которые даже иногда, будучи правильными в смысле фактов, оказывали ложными в смысле воздействия, духовного воздействия на человека. Не может быть Бога у этих гадалок. Не может быть божественной прозорливости и прозрения у этих волшебниц и гадалок. Не может. Надо понять, что здесь говорит злая сила, лукавая сила, сила, которая желает человеку зла. Поэтому, во-первых, и прежде всего, надо отвергнуть внутренне, сознательно отвергнуть это, отвергнуть веру в это. Это первое. Второе, уйдите, и надо запомнить, Господь обращается к пророку Ионе и говорит, иди и проповедуй неневитинам, что еще три дня, и они погибнут. Дальше идет эта история, но он приходит, проповедует, и что происходит, помните? А оказывается, неневицы покаялись. Сам царь неневийский сошел с своего трона, оделся во вретище. По древнему обычаю он и все его поданные посыпали голову песком. Три дня не ели и не пили. Неневи, вы знаете, это Ирак, жарище страшное, стон стоял от детей и ту скотину, которые и, и Бог же сказал погибнет, и Бог отменил это. Почему? Люди раскаялись. И не думайте, не думайте, что он раскаялся, наконец-то Бог простил. Нет, раскаяние что такое? Изменение. Они осудили свои грехи. Они пообещали Богу больше не жить так. Вот в чем раскаяние происходит. Они изменились. И это изменение души привело к тому, что и то вот событие, которое должно было произойти, и которого ждал пророк Иона, что сейчас он ждал серный дождь, пройдет на неневию, не произошло. Точно то же самое. И здесь имеет место. Вы хотите, чтобы гадание не сбылось? Во-первых, покайтесь, что вы гадали. Покайтесь. Это грех. Вступать в общение с дьяволом. Во-вторых, покайтесь и в других грехах, в своих грехах, которых, я думаю, найдется. Есть в чем каяться. И тогда никакие эти предсказания и гадалок вас не коснутся. Спасибо.